Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Сталкивалась ли ты с историями, когда ты человеку говоришь Вот если ты поступишь так, то дальше будет это, это и это? Конечно, и не один раз, а в последнее время уже много-много раз И что, тебя слышали когда-нибудь? Ты знаешь, когда-нибудь сказать, на самом деле человеку сложно услышать Когда ты человеку говоришь саму вот эту вот точку, да, начала Болевую Болевую Человеку больно И кто-то либо сразу зажимается и, знаешь, так отталкивает А у кого-то есть какой-то интерес послушать, но поспорить То есть разная реакция А совсем недавно у меня была вообще интересная такая история Когда просто случайно Случайно начали говорить Человек поделился И как-то я сразу в ядрышко И вдруг человек, он услышал И он просто дал обратную тут же связь Я тут же другую Ну, то есть опять подсвечу В общем, суть в том, что человек Ну, я тебе рассказывала Человек ушел просто со словами Я исцелилась мгновенно Вот просто мгновенно Видишь, это люди, с которыми мы общаемся какое-то время Да И у них начала происходить адаптация к тому, что Вот им говорят, им не желают зла, когда говорят Им не хотят причинить боль, когда говорят Им вот говорят, что вот смотри, если ты сейчас вот здесь, например Не научишь там своего ребенка этому и этому То ребенок вырастет таким-то Это очевидно Если ты сейчас там не примешь меры вот здесь по своему здоровью То в дальнейшем у тебя будет такое-то заболевание Это очевидно То есть это разумно, когда ты принимаешь здесь меры Или там убираешь внимание со страха на разумный подход Совершаешь действие, чтобы поправиться и так далее Это нормально Ты человеку показываешь выход И люди, которые более-менее с нами взаимодействуют И то им тяжело бывает Как мой муж говорит, вы бьете в самое больное место Ну он буквально даже сегодня говорили Как эсэсовки, да Но в то же время он все не услышал конкретно Когда мы ему рассказали, что значит больное Ты показала просто, что вот есть вариант общения, когда Да-да-да, я тебя пожалею, ты такой хороший Болей, иди на кладбище, гадость ты такая, да И это называется лицемерие и ложь А когда ты можешь человеку просто сказать Ну смотри, что ты делаешь Вот если ты здесь изменишь То ты меняешь все направление движения У тебя выход У тебя выход в здоровый вариант И ты не будешь страдать Но вот здесь же человек от себя тут же оценивает Я хороший или плохой Так я одел шмоточку, я хороший И ты лги мне, что я хороший Подожди, ты не хороший, не плохой Ты целостный, ты можешь повернуться любой гранью И человек не готов это принять Он готов играть в хороший и плохой Тут же, если я не хороший, значит я плохой Значит ты меня обидел То есть не целостный, видишь, как не целостный Либо те, либо те грабли И получается, что вот этот момент, когда ты показываешь ему И ему надо принять то, что у него есть грань И плохой тоже для целостности Ему больно А когда ему больно, он тут же сбивает все Вот эту точку он вылетает наружу и говорит Я не понял, я страдаю, давайте поговорим об этом И все, он ждет конфетные обертки И он не может ловить суть И вот это удивительная тема Потому что я вот Ролик вишенка на торте Он настолько показательный Когда человек вообще не слышит суть А пишет просто какую-то чухню Внешнюю съедая обертку И при этом я этот ролик иногда посылаю людям Когда мне задают вопрос Вот я там увидела в зеркале То-то и то-то Как мне реагировать там И ты посылаешь ролик человек Говорит, слушайте, глаза открылись Вообще алгоритм действия И понимаешь, вот человек, который может слышать суть Человек, который не может слышать суть Человек, который готов изменить свою жизнь осознанно И убрать проблему из своей жизни Убрать вторичную выгоду от этой проблемы Либо же человек готов болеть, страдать, мучиться И Бог виноват Все виноваты, инопланетяне виноваты Только бы это не я был Это не я, да И вот это, конечно, удивительная вещь Я когда вот это все вижу Я просто офигеваю, мягко говоря Но, ты знаешь, и нам с тобой Надо натренировать Решать конкретную задачу человека Точечно Вот Это как вскрыть нарыв Дать гною вытечь И здесь, чтобы выросла здоровая кожа И тема закрылась И на самом деле Когда уже осознаешь сейчас Как это все работает Это можно делать очень быстро И на результат И поэтому Это прям точечно Вот у меня на глазах Просто на глазах У человека Скрылось И все И человек Вот человек, который Ну, я не знаю Я несколько раз не разговаривала просто Да Она как бы ей Да Ну, вот она Слушала А тут она прямо И она ушла Говорит Конкретно Исцелили Вот прямо исцелили Видишь как Человек готов был Мы же не просто так Поставили программу Которая называется Суть проблемы Ну, конечно То есть Когда мне говорят Вы там дорогие К вам на консультацию не попасть Там еще что-то Хорошо У нас есть вот такие Есть абсолютно разные варианты Когда мы тренируемся Когда нам не надо делать Максимальные какие-то вещи Если им понадобятся решения То мы их сделаем Не проблема То есть Это когда Есть проблема Есть решение И мы смотрим Как это развивается во времени С одной стороны С другой стороны Готовность человека К решению проблем Готовность Это тоже большой момент Который мы сейчас будем исследовать Благодаря этой программе Потому что Когда ты принимаешь человека Со всеми потрохами Вот как мы на стриме Сегодня говорили Ну вот муравей Ну хочется ему залезть в смолу И ты можешь его Переставлять сколько хочешь Это тебе хочется Чтобы он не лез в смолу Ему хочется залезть в смолу Так вот Вот этот момент Кому хочется И чего хочется Вот этот момент очень важный Если хочется только тебе Чтобы он не лезть в смолу Это одна тема А если он 10 раз И все равно туда лезет То может пускай туда залезет Ну Ну сменит тело И снова залезет И снова И снова И снова Пока не поймет Что в смолу лазить не надо Вот эта готовность Она вызревает Знаешь что это напоминает Вот яблоко Оно есть в мае Да И ты можешь это яблоко Срывать Нет то яблоко Я все-таки съем в мае яблоко Я же ел в мае яблоки Нет Может надо Чтобы оно до сентября Довисело И в сентябре Оно наберет Свою силу Свою зрелость Тут Вот На этих курсах Суть проблемы Конкретно Мы с тобой Будем набивать руку Точечно Точечно А человек будет Получать результат Точечно Готов ли он К этому результату Вполне Да Или нет Это уже Человек может заявлять Я хочу сейчас Иметь транснациональную корпорацию А ты ларьком Управлять не можешь Подожди Дорогой Собой Каким ларьком Ты с собой не умеешь управлять Ты знаешь Касательно мужиков Сколько запросов Я там Великий бизнесмен Я там А в личной жизни Проблемы А там А там Так ты членом своим Управлять не можешь Ты его суешь А бы куда Да Вот Так ты и шатри Не можешь Управлять членом Членами Эксперматозоидами Просто И это же Смотри Это насколько Люди разные И у них И суть проблемы Разная Конечно То есть Выглядеть может быть Одинаково А суть Начинка-то Разная Вот когда ты Вскрываешь Эту суть Готов ли ты К вскрытию Готов ли Да Готов ли Ты к этой Вот болевой Точечке Которая Изменит Твою жизнь Которая Изменит И может быть Даже вообще Вот просто На этом Или ты Или ты Скажешь Меня Тут Обидели Запретили Мне там Ходить По девушкам Пожалуйста Никто Не запрещал Ходить Выбор За тобой Но при этом У тебя есть шанс И воспользуешься Не воспользуешься Твое дело Да А у нас Набор Статистических Данных Для того Чтобы Вот эту Многогранность Увидеть И натренироваться Действительно Принимать Людей Такими Какие Они есть И это Их выбор Ты знаешь Здесь еще Большая тема Под ней Кроется Ведь Если мы Посмотрим На устройство Психики Мы четко Видим Трехточечную Систему Четко Она не может Никуда сбежать Она все равно Будет Трехточечной И для того Чтобы жизнь Была целостной Так или иначе Будет Три слоя Общества Так или иначе Назови Три кассы Людей Как угодно Назови Как хочешь Три уровня Сознания Людей И Взаимодействие С каждым Уровнем Оно Будет Предполагать Свою Алгоритмическую Работу И Выровнять Всех И сказать Все Боги Да Все Боги И все Создатели И все Жизнь И все Но при этом Часть из них Находится на животном уровне Развития Создания Часть на человечеством Часть на божественном То есть ты создатель Да Но ты на своем месте Здесь Вот на этом уровне На этом уровне Кто-то создает руками Кто-то создает головой Кто-то создает сознанием Не вопрос Не вопрос Все равно будет Трехточечная система И Видишь В этом плане С точки зрения психики Разные подходы И здесь тоже надо Набить руку И надо Принять Что человек Не готов Работать сознанием А готов Работать руками Не готов Работать руками Готов работать головой А кто-то считает Когда бьется головой О стенку Что он работает головой А по факту Он работает руками Просто у него руки Вместо рук Астан Вместо того места Да Шутки шутками Но Понимаешь И психика В таком случае Выдает разные Варианты работы С людьми Здесь тоже надо Натренироваться Потому что От этого Зависит результат И это не значит Что человек Лучше или хуже Видишь Как эго Хочет разделить Что это худший Это лучший Нет Абсолютно Каждый на своем месте Каждый на своем месте Прямо на самом Своем Самом Самом Это знаешь Точно так же Сказать Мозг круче Чем прямая кишка Подожди Когда у тебя Проблемы с прямой кишкой Да То у тебя Мозг не работает Поэтому тут Не надо сравнивать Музг, сердце И прямую кишку Все на своем месте Все на своем месте Да Кишечник Столько в гармонии Просто надо Все вещи Называть Своими именами Всему Отвести свое место Смотри Всего лишь Всего лишь Свои вещи Своими именами Это же и есть Искал Из хаоса гармонию То есть Когда ты Не путаешь Не искажаешь А говоришь Компьютер Книга Столик А не говоришь Это Это жерк Или там А это Да Ну то есть На самом деле Это есть Это 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 Да А смотри Как сегодня Мы на стриме Хорошо привели Пример С депрессией Назови это Свинячей болезнью И половину депрессивных Уже Отпадет сразу Да Ну это ж Свинячая болезнь Да Мы конкретно В подсознании Показали Все свинство Этой болезни Конечно И здесь Крыть нечем А точно так же Если мы Разрисуем рак То же самое будет А если сахарный диабет То ржать будут все Понимаешь Но нам потом будут писать Что мы оскорбляем Чувства верующих В болезни Ну мы не оскорбляем На самом деле Из подсознания Это выглядит смешно Это выглядит смешно А человек же этим гордится И несет как в лак У меня Сахарный диабет У меня такая болезнь Ну и неси Ну и неси Из жизни в жизнь Потому что ты ж Не одну жизнь нести будешь Жить С чем заснулся С тем и проснулся Но при этом у тебя есть Возможность услышать Я всегда говорю Что услышать На самом деле Вот Суть Услышать А это же услышать Самого себя Не нас А благодаря Кому-то То есть благодаря нам Да Услышать себя Услышать себя Да Услышать Дать себе Дать себе Возможность Вот я сейчас То что я сейчас говорю Я говорю Из глубины Вот это слышать Это слышать Глубоко себя Это чувствовать себя Чувствовать себя Ну видишь Как с чувствами тяжело Для человека Чувствование Это эмоции Да Я такая чувствительная Да 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 Ты перепутал еду И какашку Да Вот в школах Благодарность вести Да Вести Если Вот Я знаю что это будет Благодарность вести Не Вовне Распыленную Да А именно Суть подать Благодарности Когда ты благодарен Ну вот Ты благодарен себе За то что ты имеешь себе Да Ты благодарен себе Но при этом Это себе не вот такое Я благодарен себе Никому не дам Нет Это вот Это благодарность Которая в тебе Как жизнь Да А смотри Какая подмена Благодарности Чему в школах В школах же учат Ну и везде Совесть Совесть Подстройся под коллекционные Да То есть У тебя совесть есть У тебя То есть Ты должен Смотри Вот сразу слушай Совесть Сразу такая Искажение Ложь Обман такой Создай Обман Наведи Гипноз У тебя же совесть Создай Что ты хороший Картинку Да Картинку Хорошей А то что здесь Какаха У тебя И болит Да Нет Ты создай Картинку Кому ты врешь Если здесь Какаха Ты рисуй Картинку Сколько хочешь Но эта картинка Обязательно Когда-нибудь Потухнет И какаха Это вылезет Конечно Просто вылезет И вылезет Болячкой 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 Либо вот этим Взрывом эмоций То же самое Болячкой То что ты взрываешь Свой мир Совесть Благодарны Деточки А им же так легко Эту благодарность Знаешь Внести То есть Дать услышать Почувствовать себя Деткам Это так легко Сделать Смотри Даже слово Благодарность Само по себе Да Если посмотреть Как Слово Спасибо Ведь слово Спасибо Тоже можно Сказать Себе Спасибо Ну конечно Без разницы Какое слово А смотри Когда пошла Речь о благодарности Когда только Начали всплывать Эти слова Первое Что я Благо дарю Тебе Я хорошая Я хорошая Слово Благодарность Нормальное слово И слово Спасибо Нормальное слово Нормальное Спаси Бог Это вы придумали Спаси Бог Но если Я сама Спаси меня Да Прекрасно Если я Бог То я готова Себя и спасти Тем Что я буду Благодарить себя И спасать себя Потому что я осознаю Что это и будет Благодарность Я осознаю Что это моя игра И это моя благодарность Какая разница Какое слово Если это я в центре И я создаю игру И я благодарю себя я спасаю себя. Надо спасу. Надо спасу, не надо не спасу. Моя игра. Моя игра, что хочу, то дело. Моя песочница. Самое важное, это чтобы страха не было внутри. Потому что как только в тебе страх, все, ты вовне. Во внешней игре. У тебя нет дома. А когда у тебя вот есть гармония, то это и есть то самое, ты самый, настоящий, когда у тебя вот здесь спокойно, то здесь хоть что. А у тебя здесь спокойно. Так самое интересное, когда я говорю, что когда здесь спокойно, здесь хоть что, так здесь и будет тоже спокойно. Оно не может просто по-другому быть. А если ты создаешь картинку мне все, мне хорошо, я счастлив, я благодарю, а внутри какаха, ну так кого ж ты обманываешь? Ты же самого себя обманываешь. То есть ты терпила, получается, терпила, который терпит, я удержусь, а потом пум и лом. Я не пукла. Я не пукла. Пук? Это не езжение. Пошел с другой стороной. Это так очевидно вообще. Просто, ну, ну, это так и красиво это. Когда ты осознаешь, ну, не вопрос, когда вот механизм, не вопрос, пожалуйста. Хочешь играть в эту игру? Ну, это твой выбор, вообще никак. А мое право посмотреть, принять, не принять, ну, то есть войти в твою игру, не войти, то есть принять в твою игру, мое право. И если вот когда человек, допустим, говорит, вы там такие-сякие, знаешь, как этот, как об стенку горох, потому что внутри у тебя солнце. Ты знаешь, что ты сам себя не обманываешь. У тебя нет. А вот если здесь страх, если ты в искажении, если ты действительно играешь на публику, да, то это вот, вот эти слова, они очень хорошо так зацепят, и ты будешь бороться, бороться, либо оправдываться, либо внутри переживать, но у тебя будет реакция, реакция бурлить, бурлить, бурлить. Блин, вот это пена, кстати. Вот оно. И кого-то разъешь. Самого себя разъешь. А когда у тебя внутри себя, тут что хотите, говорите, да, при этом человек будет, или там люди будут говорить, и постепенно, вот как я вижу, постепенно они тише-тише и исчезают. Если у тебя вот здесь нет нет вот этого заразы, нет обмана самого себя, а есть спокойствие, и гармония, и счастья, интерес. Любая ложь самому себе создает все автоматически. Конечно. Это автомат. Искажение автомат, искажение автомат. Как только ты решил, что ты обманул всех, ты обманул сам себя. Все. смотри, даже с теми же самыми овнами и с той же самой властью. Вот смотри, вот с восприятия вот этого я жизни. Если я из этого восприятия смотрю на религию, да, вот я во власти, я пастух, я, да, ты вместе с овцами, так вот пастух спит вместе с овцами, питается вместе с овцами, пасет их и так далее. Скажи, чем он отличается от овцы? Тем, что у него эго? И он может овцу ударить? Вот это все их отличия. У них жизнь абсолютно одинаковая, одинаковая овечья. Овечья, да. И при этом он убежден, что он пастух. Но это овечья, жизнь в стаде. Она ничем не различается. И если это положить на любой уровень государственности, любой уровень власти, любой уровень, то ты имеешь эту же овечью жизнь. Она может отличаться мантией или дорогим Роллс-Ройсом, но по сути своей для психики она не отличается ничем. И в инкарнационном цикле ты овца. У тебя сознание овцы, ты животное. И ты из этого уровня не вылезешь, пока ты не осознаешь в зеркале овец. Ты сам себя не обманешь. Ты не просто ты их осознать должен, не просто принять, что они есть, но осознать, что это ты в овечьей шкуре, не кто-то, это ты в овечьей шкуре. И вот когда ты это осознаешь, то у тебя появляется возможность осознать там Бога. Но тогда надо изменить отношение к овцам и убрать ложь. Тогда да, полюбить. Полюбить. Как самого себя, вот это и есть. То есть ты любишь то, чем ты занимаешься, и тогда это уже совсем другая история. Это уже счастье. Это уже интерес, счастье, это уже здоровье. И тогда ты на своем месте, и ты на своем месте здоровый, счастливый. А заметь, вот опять-таки вернемся к религии. Что ты мне сегодня на религию приют? если ты даже занимая в Ватикане величайший пост, казалось бы, там весь мир их, где весь мир твой? Ты такая же овца, замкнутая в четырех стенах, ты не можешь никуда поехать, нормально путешествовать, ты не можешь завести семью, ты вынужден заниматься гомосексуализмом, потому что у тебя нету нормальной женщины, нормальных детей и так далее. Ты изворачиваешься. Ты изворачиваешься, как змея, ты не можешь быть счастливым, потому что ты залгался, потому что ты в зеркале видела овец. И так, блин, в каждом... Потому что ты ненавидишь этих овец, а значит, кого ты ненавидишь? Себя, ты разрушаешь себя. И разрушаешь себя, и болеешь, и смертен, и все. И обманываешь, лжешь, выкручиваешь. И смерть тебе нужна для того, чтобы просто переродиться и стать овцой, прожить в овечьей шкуре все то, что ты этим овцам послал. Блин, это... Это циклические ошибки. Это циклические ошибки, которые не знаю уже. Это больные ошибки. Болезнь, это болезнь, да. Потому что как только ты начинаешь любить то, чем ты занимаешься, интерес твой в этом, все, это здоровый мир. Это исцеление мгновенное. Это, знаешь, вот все, что касается религии, напоминает... Вот есть заболевание такое в легких, эту палочку Коха блокирует, и вот там создается вот этот мир. И есть вариант только либо тело это все подавит, иммунитет и уничтожит, либо его просто вырежут и выкидут. Это болезнь организма. Иначе человек дышать свободно не может. Удивительные вещи, но... Нам надо тренироваться. И начинаем это завтра. И начинаем это завтра. И очень даже интересно. Начинаем это с курса суть проблемы. И я думаю, что мы с тобой может быть даже не один курс такой поставим. Посмотрим по времени, потому что загрузка большая. Тут же еще этот курс 26 числа стоит. А там в Москву надо готовить и новую программу надо готовить, которая потом пойдет. Поэтому тут тут работы много. Но натренировать вот это восприятие точечное, увойное. Хлоп готово. Хлоп готово. Хлоп готово. Согласись, что это даже нам интересно. Это же весело. Весело и интересно. Согласись. Сейчас еще вот этот последний эксперимент, что запустили, поржом посмотрим. Да, да, да. Как развернется. А вот скажи, этот эксперимент, который мы уже то есть увидели, да, со снегом, скажи, уже внутри вот вообще даже тени сомнений не возникло. Просто сразу знание. Ну, конечно, наша работа. Вот прям сразу. Ну, потому что в нашу реальность со мной пришло отклик. Да, да. Очень круто. Есть запрос, есть ответ. Интересно. Короче, завтрашний курс очень мне интересен на самом деле. Вот это точечная... Точечная тренировка. Тренировка. Помнишь, как пять лет назад мы мечтали пальцем колбаса? Да, 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 да. Да. Ну, тогда мы даже не догадывались, что мы придем к такому восприятию, как сейчас. Мы даже не догадывались, что есть столько точек восприятия. Разных. Точек сборки. Сборки самого себя. Целостным. И ведь каждая точка это про целостность. Да. Просто разная целостность. Конечно. И при этом, смотри, и при этом вот состояние независимости полной. Абсолютно. То есть твоя игра, моя игра, да? Играем, играем. Играем. С двух сторон зашли, играем. Да, абсолютно. И никакой зависимости. Свобода. И смотри, и по большому счету настолько игра кайфовая, что тебя все абсолютно устраивает. Конечно. И по большому счету, кажется, ты ничего не хочешь изменить. Поэтому, ребята, дайте проблему. У вас есть проблемы? Дайте проблему. Ну, прикольно, да? Ржака, парадокс. И при этом интересно. Знаешь, так дайте проблему. Щелк. Следующий. Щелк. Это вообще... Понимаешь? На самом деле, ведь какой кайф, да? Ну, да. Пока вот нам это интересно. Пока интересно. Это же ведь действительно невероятно. А смотри, с аутизмом как было, когда у ГАЗ был интерес к аутизму, а сейчас последние дети по аутизму, когда быстрые дурки пошли, интерес пошел, что можно быстрее, можно независимо от родителей. Да вообще похрен на этих родителей. Да, да, да. Вот эти штуки, они вообще удивительные. Как сегодня вот этот ребенок. Да все, как отца перестает, все нормально. Напиши, что уже все. Тема отвалилась. И так, и так. И так, и так, да. Ну, однозначно. Ну, ржачно же. И сами... Я видела глаза мужа. Он так только... Как-то написать родителю, что вот он какался, и он уже больше не касается. Вот так. Да. Ржачно. Вообще, я кайфую. Я просто кайфую. Я кайфую от того, как это все устроено. Я кайфую от поля парадокса. Я кайфую от этих состояний восприятия и стеба. Прикинь, вот помнишь, эти детские состояния? Казалось, вот это... Да, да. Это такое счастье. Да, нет. А сейчас... Счастье, кажется, только начиналось. Там счастье только начиналось. Ребенок только начинал расти. Да, 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 да. А вот сейчас кайф какой, да? Так еще же ребенок не вырос. Это подростковый возраст где-то подошел. Когда все интересно мы, да. И это интересно, и это. Там, там, там. Да, да, да. И смотри, как горят глаза. А ребенок-то повзрослеет еще? А то еще будет. А то еще будет. Ну и все, все как интересно, да. Развлекуха только начинается. А теперь смотри. Надо закончить иллюзиониста. Блин, ну как он тяжело дается. Настолько... То есть я начала вот писать. И смотри, мы без тебя, ну вообще никак. То есть каждую главу надо заново и дописывать. И это объемы. И этот иллюзионист в три книги превращается. Я не знаю, как его... А видишь, иллюзионист на самом деле получается концентрирован. Очень концентрирован. И при этом... Приходится много слов вставлять, чтобы пояснить, если пояснять. Либо если оставить так, то понимать будем только мы. Понимаешь? А когда вот через подгрузку и с добавлением слов, то... Ну это вот такой вот толщины книги получается. Это три тома. Я сейчас вообще в шоке, потому что это надо как-то быстро издать, чтобы сделать книгу за следующий год по психологии. Я не хочу, чтобы наши наработки уходили под грифом а-ля Вася Пупкин додумался это в Амстердаме до этого. Или в США. Или еще где-то. Конкретно нам. Вася Пупкин в США стырил, потому что знал русский язык. Или там еще где-то. Нет. Я сейчас подумала, если мы это допускаем, то это происходит. А если мы это блокируем, то это не происходит. Ты же говоришь, нет. Не надо. Нет. Ну надо совершить действие, написать книгу. Ну да, согласна. Бездействие игры не закрываются. Действие, игра закрыта. И на ее место новая игра. Новая игра. Знаешь, что сейчас напомнило мне твои глаза и свои почувствуют. Сейчас у нас горят глаза. Прям в тебе горят. А я же чувствую, во мне горят глаза, сияют. И вдруг я сейчас вспомнила, точно такие у нас были с тобой глаза, когда мы вышли на белую-черную. Я помню. Вот это вот. Жизнь только начиналась. Да, 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 да. Я вот это помню. Да, да, да. Кстати, мне недавно написали ребята, что до них дошло, что такое белое-черное, они почувствовали, и у них пошла работа. Лишь вышли. Вышли. И у них пошло, и у них пошло движение по чувствам, по всем. Но у них видно, что по жизни пошло. Контакт с самим собой пошел. Контакт с самим собой. Все, это уход от лжи, когда ты четко знаешь, вот здесь я осознаю, здесь я создаю, здесь я создаю, закрываю, здесь я создаю. То есть я жну, я сею. Осень, весна. И это естественно. Это естественный процесс. По-другому не может быть. Да, да. А разделяет сон зима и лето реальность картинка, желание. И это как знание. Цикличность. Цикличность. И при этом эта цикличность не за цикливание я. А это цикличность. Осознанное движение. Это волновое. Да, это движение. Это когда ты идешь, зная, куда идешь, зная и делая. И зачем ты идешь. И зачем, да. Цель всегда есть. Пошли. Да, вот они, три точки. Да. Сейчас, кстати, еще одна тема нарисовалась для наших следующих подкастов и для разворота как раз вот этого антижизни. Страхи относительно искусственного интеллекта. Зачем они сеются? Как они? Ни за что они попрорастают? Блин, это стеб величайший из стебов. И у меня даже есть прикладной вариант, как можно постепаться. Отлично. Само то.